Меня зовут Ольга Швец, мы говорим про тех, которые занимаются шахматами, двое детей, есть еще один, который уже постарше, у меня двойняшки Богдан и Демьян, они 7-летнего возраста на данный момент, занимаются шахматами в русской шахматной школе. Так, начали мы у вас заниматься с марта 2020 года, то есть сейчас второй год пошел. Традиционно родители хотят какое-то дать развитие своим детям, не только спорт или какие-то секции для творчества, а хочется что-то такое развивающее. И вот мы посчитали, что шахматы это идеальный вариант, тем более, что старший сын тоже занимался шахматами, в принципе, были у него неплохие результаты, и мы подумали, что, наверное, им должно по идее понравиться. То есть мы сначала ходили в секцию около дома, то есть там такая небольшая была студия, и ходили один раз в неделю, занятия были оффлайн. И, ну так, более-менее интерес у мальчишек был, но такого прям рвения какого-то и серьезной мотивации на тот момент не было. Когда началась пандемия, мы поняли, что все ушли в онлайн, и родительница одна случайно порекомендовала русскую шахматную школу, и мы попробовали, пришли на онлайн-занятия к прекрасному тренеру. Я считаю, что именно он, мальчишек, так замотивировал, и вот занимаемся теперь очень активно с этого момента. И не планируем сокращать занятия, только хотим увеличивать и как-то развиваться дальше. Так, в шесть лет сложно понять, какие будут склонности, поэтому мы определились, что обязательно должен быть у мальчика в спорт, и мы занимаемся сквошем. Вот, и обязательно должно быть какое-то развитие интеллектуальное. Вот, с чтением на тот момент пока было тяжеловато, и подумали, что так как их двое, будет какая-то интересная командная работа, может быть, дома будут заинтересованы, к тому же у нас папа играет, и, в принципе, и старший брат тоже поигрывает в свободное время. Поэтому подумали, что, наверное, в целом стратегически это будет неплохо. А когда уже пошло дело и какие-то появились результаты, мальчики стали проявлять заинтересованность, и на самом деле вот сейчас у нас прям пик интереса, они каждый день требуют играть, 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 и очень радуются каким-то своим победам, расстраиваются неудачам. Вот, очень нравятся турниры, очень здорово, что есть еженедельные турниры, это прям очень мотивирует. И все вот мамы, с кем я общаюсь, у кого дети занимаются шахматами, всегда удивляются, что у нас такая, как сказать, большая загрузка, вовлеченность детей, потому что турниры это очень-очень здорово и поддерживает интерес и мотивацию. И вот прям я очень рада сейчас на данный момент, что у них такой явный интерес именно в сторону шахмат. Именно в шахматах у меня получается так, что двойняшки, они, как правило, разного темперамента, и у нас тоже не исключение. Один, Демьян, он более такой спокойный, творческий, и у него явные математические способности. А Богдан, он такой более, как сказать, разбитной мальчишка, ему побегать, поскакать, такой хулиганистый, и вроде как у него не намечалось никаких таких способностей к точным наукам. Но, на наше удивление, вот по шахматам у него результаты повыше даже, чем у Демьяна. Оказывается, шахматы развивают мозг каким-то другим образом. Может быть, это как-то логические, я не знаю, стратегические мысли. То есть, какие-то такие неожиданные стороны, получается, развиваются на данный момент, что вот как бы для нас это оказалось неким открытием. То есть, мне казалось, что шахматы – это математика. Но вот, наверное, не совсем такая прямая связь. Но в любом случае, это развитие интеллекта, это какая-то общая эрудиция, это общение с новыми людьми, это вот и онлайн занятия. И даже, как ни странно, я была сначала противница, думала, что онлайн, там, следить за компьютером – это все вредно и так далее. Но на самом деле шахматы – это совсем не равно электронные игры, которых мы все, родители, боимся. В обычной жизни еще, наверное, сложно сказать, что прям какой-то отпечаток это дает, потому что мальчики еще не ходят в школу. Но в течение этого года они ходили на подготовку, достаточно серьезную гимназию, где был такой достаточно жесткий отбор. И мне кажется, что это тоже вот увлечение шахматами, усидчивость и какое-то упорство тоже сыграло свою роль. И вот они успешно отзанимались и их приняли в гимназию. То есть, наверное, это дало свои плоды занятия шахматами. Наверное, как у всех детей, есть, как сказать, привязанность вот к этим электронным играм, которые мы все не любим. Есть нюансы по зрению, поэтому я старалась минимизировать игры там PlayStation и прочее. смотрят, естественно, на старшего брата, который бесконтрольно может это делать. Но у нас получилось так, что достаточно много занятий по шахматам, которые их увлекали. И таким образом они переключились, в принципе, с этих игр, которые нервируют маму, на более полезное для себя, по моему мнению, занятие. Это такой какой-то емкий очень вопрос. Сложно сказать, каким будущее. Но самое главное, чтобы они были счастливы. Самое главное, чтобы они занимались любимым делом. Чтобы они были здоровы. И остальное все мы приложим максимальное усилие, чтобы им все это дать. То есть, если они в какой-то момент скажут, что шахматы нам надоели, мы будем вынуждены тогда это все дело прекратить. Но на данный момент я пока вижу обратную тенденцию. И не планируют они заканчивать. У нас все только увеличивается, увеличиваются занятия. И в онлайне, и в оффлайне, и турнире. И вот будем участвовать в разных соревнованиях. Чему очень счастливо. И готовимся к этому. Спасибо нашему тренеру Владиславу Лебедеву. Это, конечно, человек, который фанат. Точнее, он фанат своего дела. А мальчишки, для них Владислав – это некий ориентир. И если они играют с Владиславом в каком-то турнире, так совпало, они просто бесконечно счастливы. Так что Владислав – это главный человек в мире. Наш проводник в мире шахмат. Однозначно помогут. В этом нет никаких сомнений. Это и общая эрудиция, и логика, и стратегия, и усидчивость, и обдумывание каждого шага. Каждая из этих пунктов, она однозначно поможет в учебе и в жизни. Это вообще без сомнений. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!